Где-то глубина один сантиметр, где-то побольше, где-то, возможно, дойдет до щиколотки. Всю лужу проверять не будем. Поверим на слово автолюбителям, которые прежде чем припарковать автомобиль, надевают резиновые сапоги. Эта лужа образуется каждый раз после сильных дождей на автомобильной стоянке возле дома 43 по улице Шверника. Парковку сделали почти два года назад, но пользоваться ею можно только в сухую погоду. Игорь Коврижных не рискует ставить свою машину в лужу, если у него нет с собой сменной обуви. Стоянка хорошая, я ничего не спорю, но дождик, полстоянки пустует. К машинам просто, если сильный дождик, приходится сапоги одевать, чтобы подойти. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, при расширении противопожарного проезда с дополнительным обустройством парковочных мест для автомобилей, подрядчик не учел проектные отметки дорожного покрытия. Поэтому дождевая и талая вода в большом количестве скапливаются на проезжей части. В целях обеспечения водоотвода проектной организации был выполнен за свой счет в рамках гарантийных обязательств проектная документация на устройство бетонных лотков на данном участке. Но эта мера оказалась бесполезной. В этом году проектная документация пройдет экспертизу, и если будет положительное заключение, то участок отремонтируют в следующем году при наличии денег в городском бюджете. Пока автовладельцам предлагают уборку территории по заявкам. В качестве временных мер по обеспечению водоотвода в весенние и зимние периоды будут предприняты меры все возможные по вывозу снежных масс, при положительных температурах откачка воды. Сообщить о скопившейся воде на стоянке и оставить заявку на решение проблемы можно специалистам департамента городского хозяйства по телефону 977-54. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.